Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 22 августа, день Матфея. Назван день апострия Матфея. После того, как Иуда Искариот предал Христа, Петр предложил апостолам выбрать ученика, который займет его место. Выбор стоял между Матфеем и Варсавой. В результате жребия двенадцатым апостолом стал Матфий. Он был рожден в Вифлееме и под руководством Симеона, богоприимца, обучился закону Божию, обладал чудодейственными способностями, помогал больным и изгонял бесов из людей. Наши предки называли этот день Матфеем. К этому времени вода в реках и озерах остывала, и в воздухе начинается чувствоваться осень. Относительно этого дня на Руси существовало поверье, мол, в этот день корову ему в имени присасываются змеи, которые высасывают молоко. Поэтому сегодня старались не выпускать скотину из хлева. Также нельзя было дает корову в одиночестве. А подойник никогда не ставили на стул или катку, чтобы у коровы не пропало молоко. Приметы. Обильная роса сегодня утром предвещает солнечный и теплый день. А вот если зашумить на Матфея река, закричить лягушка, следует ожидать ненасти, а дождем. По жирам. По жирам. Оказывается, жиры просто-напросто, представьте себе, жиры, масла, поступая в кровь, они делают ее вязкой. И продвигаясь по всему организму, они что? Они и печеночку засоряют нашу, жировая инфильтрация печени бывает. Идя по капиллярам, они где-то здесь останавливаются и закупоривают их. А потом человек удивляется, а почему у него ручки и ножки мерзнут? Да потому что он жирную пищу потребляет. Да? Да. Которая заклеила просто-напросто. Вот оно что! И как только меньше жирной пищи будет потребляться, или она правильно будет потребляться, то капиллярчики открываются и начинается восстановление. Руки и ножки теплеют, лучше двигаются. Значит, жир может быть правильным, вы сейчас сказали, потому что тот обычный, привычный нам жир, он делает кровь гуще, лимфа, наверное, тоже гуще. Нет? Или кровь только? Естественно, естественно, все жидкости становятся более вязкими, густыми. Значит, они медленно двигаются, в них могут развиваться различные процессы патологические, болезнетворные. Вот. И теряется нормальная среда. А лимфа способствует обмену веществ? Лимфа как раз стоит между клетками и кровью. Все процессы, которые происходят, обмен веществ из клеток, должны, значит, вещества поступить в кровь и выделиться там почками и так далее, или печенью. А из крови питательные вещества поступить через лимфу в клетки. И вот если она слишком устая, у нас ухудшается питание. Все, тело тирствеет и не может просто-напросто питаться. Какой-то, знаете, студень получается лимфатический. Она должна быть более-менее жиденькой. Я поняла. Что значит хороший жир, вы говорите? Ну, хороший жир. Где мы его возьмем? Вот смотри, а действительно, существуют тугоплавкие жиры. Тугоплавкие жиры, это, как правило, животные жиры. А существуют такие более растительные, которые менее тугоплавкие. Да. Поэтому лучше всего употреблять растительные жиры для того, чтобы они, будем говорить, ну, как бы сказать, способствовали выведению вот этого животного жира, растворению его, замещению его потихонечку в организме. И за счет этого восстанавливаются все вот эти вот процессы кровообращения в организме. Вот, казалось бы, именно во время поста мы соблюдаем правила еды, питания. Именно отказ от мяса у нас, с одной стороны... Особенно жирного. Да. Да вообще, не то чтобы особенно. Там одна рыба 7 апреля на Благовещение. То есть отказ от мяса, это отказ от белка животного происхождения, который клей делает нам внутри нас. И отказ от жира животного происхождения, что утягощает кровь и снижает скорость переноса полезных веществ по крови и по лимфе. И здесь очень важно понимать, что нельзя сказать, что, ну, от мяса так уж действительно у нас все образуется. Но если человек регулярно ест мясо, и особенно в большом количестве, вот эти процессы идут очень явно и быстро. Если умеренно все это, ну, все нормально будет. Но вот это переедание приводит к таким последствиям. Я думаю, что это вот то, что мы уже с вами обсудили. Я уверена, что это действительно понятно. А что такое крахмал? Почему нужно отказаться от сахара и соли? Мне кажется, это уже, ну, под шумок поста авторское видение очищения. А здесь, оказывается, крахмал должен употребляться очень правильно. Самые большие нарушения в пищеварении у нас происходят на основе крахмалистой пищи. Оказывается, крахмалы начинают перевариваться во рту. Но мы, как правило, сушку запиваем чаем, кофе и так далее. А крахмалы это пирожные? Пирожные, хлеб и так далее. И получается, что крахмал, полноценно не переварившись в ротовой полости, не начал перевариваться. Он идёт дальше уже в виде полуфабриката. И крахмалистая слизь, а оказывается, есть тоже крахмалистый клей, которым мы в своё время заклеивали окна на зиму. Помните? Вот, она также отлаживается по всему организму. Вот, её-то очень важно пережечь. И для этого мы будем использовать чесночок в своём салате. Так вот, когда идёт обилие ферментов, обилие вот этих вот живых, так сказать, веществ, то то, что не доокислилось, начинает доокисливаться. У нас не хватает ферментов на полноценное переваривание. Не только внутри желудочно-кишечного тракта, но дальше и в крови, и в лимфе, и в клетках. В воде ещё должно всё это работать. Значит, мы перекрываем поставку этого крахмала в виде пирожков, батончиков и всего на свете. И организм, почему же он всё время так начинает хотеть есть? И можно ли сказать, что вот это желание еды, это хороший знак для думающего человека, что сейчас начались процессы сжигания остатков от старого крахмала? Можно сказать и так, что начинается во время поста, должно немножечко хотеться. Вот это вот чувство аппетита говорит о том, что идут повышенные процессы усвоения пищи, её потребности и организм, недополучая её... Извне? Извне он начинает активно её сжигать внутри себя. Да, но сжигать не плохое, не хорошее, а именно плохое сжигать. Вот именно, в первую очередь, всё, что он отклал про запас, он это начинает сжигать. Вот получается так удобно. А суть до дела, вы уже порезали зелень. Да, теперь мы добавим ещё капуточки немножечко. Капусточки добавите. Может быть, я тогда почищу чесночок? Давай, немножечко чесночка. А вот чеснок помогает сжигать всё, что отложилось в организме. За счёт своей огненной природы он усиливает вот эти все процессы дожигания. Дожигания различных шлаков и уведения. Но на уровне желудка? Нет, он как раз действует на уровне крови, на уровне линки, на уровне клетки. И самое важное, что у нас ещё есть и паразиты, которые обитают и в желудочно-кишечном тракте, и в крови, и в лимфе. Так вот, чесночок как раз с этих маленьких паразитиков, микробов, он их отлично уничтожает. Вот чем он вредит. Хорошо, вы сказали, что существует помимо этих трёх врагов, от которых иногда надо избавляться, чтобы потом их любить. И повторю ещё раз, белок животного происхождения, жир животного происхождения и крахмал, ну такой полуфабрикатный магазинный. Есть и ещё желание отказаться от соли и сахара. Но мне кажется, к посту это имеет мало отношения. Ведь нет же нигде, нигде не прописано, что во время поста нельзя есть соль. 21 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделайте это сейчас в самое приятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. 22 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok